День добрый, сервис OMZAP, зовут меня Анатолий. Сегодня я вам буду показывать, как делать опрессовку головки блока цилиндра. Головочка у нас с дизеля. Может быть, многие видели, что мы уже занимаемся в основном корейцами, то есть Kia Hyundai и основной упор на дизеля. Дизельная головка, как правило, после съема, если есть какие-то проблемы с системой охлаждения, то в первую очередь мы ее опрессовываем. То есть после того мы уже делаем шлифовку или ремонт головы. Вот сейчас покажем, как делаем это мы. Вот. Вот у нас головочка. Смотрите, первое, с чего нужно начать. Опрессовочки. Мы должны закрыть все каналы системы охлаждения. Наружные. Вот у нас, допустим, есть. Под каждый канал, допустим, вот здесь отвод, надо будет свою заглушку, либо свой какой-то фитинг сделать. И также у нас имеется вот здесь. То есть тоже охлаждение. И, допустим, вот эти у нас три отверстия. Датчик температуры. Потом у нас верхний патрубок, то есть с головки идет на охлаждение. И с головки выходит фитинг на отопитель. Вот. В один из них вы можете, как вам удобно, сделать подвод воздуха. Я сделал это вот так. Смотрите. Я взял, пошел просто, можно сказать, в сантехнику и сделал наборный вот такой штуцер-переходник под датчик температуры. Здесь резиночка уплотнительная. Датчик температуры выкручиваем, а туда закручиваем. Вот такой. Получается очень удобно. То есть хорошо и быстро. Так, вот он затянулся. Дальше. Вот такой фланец. Фланец под верхний патрубок системы охлаждения. То есть он заварен аргоном. То есть сделали его заглушечку. Мы делаем вот сюда, то есть сложим резиночку, прокладочку. И закрываем. Но у него есть разные стороны. Вот так. Теперь все затягиваем. Так, здесь у нас готово. И сюда, сюда. Сделан вот такой патрубок. То есть все мы делаем своими руками. То есть ничего какого-то такого специально изготовленного нет. Сами под себя, если кто-то будет опрессовывать, делать, придумывать, то каждый делает под себя, как ему удобно. Ну вот, все мы зажали. Так, сейчас мы ее понесем на стенд. Прежде чем отнести на стенд, скажу вам такую вещь. Если вы приобрели стенд и опрессовываете, у нас, можно так сказать, круг такой узкий. В основном, то есть Kia и Hyundai. И то все равно приходится делать какие-то заглушки, переходники. То есть в виде вот таких вот, знаете. То есть я, допустим, вот сделал вот такую пластинку. Вот. К ней также приваривается гаечка и такой же воздушный. То есть она и так, и так, и так стоит. То есть здесь еще один металлический. Вот. Есть, допустим, просто заглушка и так далее, и так далее. То есть разных видов. Вот. Это еще, конечно, не все, но как только появляется новая головка, которую мы еще не опрессовывали, под нее мы уже подстраиваемся. То есть у нас также есть шланг с более тонким диаметром. То есть здесь у нас двадцатка, здесь шестнадцатый. То есть гораздо тонче. И также вот есть маленькие, то есть тоже под заглушечку. Смотря какая головка. Бензиновая дизельная. Так, несем ее на сам стенд. Вот так выглядит обрисовочный стенд у нас. Вот. Так, вот смотрите. Здесь есть вот такой шланг с муфтой, который очень удобно подсоединяется. Раз, и все. Так, теперь наша задача. Задача закрыть отверстия системы охлаждения. То есть они у нас здесь вот есть большое количество. То есть маленькие, большие. То есть какие-то есть круглые, продольные и так далее, и так далее. Их нужно все перекрыть. Перекрывать будем резиновыми, можно круглюшками, продольными какими-то. Резина. Резина в основном, то есть используется из камеры. Пусть это будет грузовая машина, либо какое-то полотно. Но самое главное, чтобы оно было мягкое. Дело в том, что если резина будет жесткая, головка, то есть не всегда идеально ровная. То есть могут быть какие-то шероховатости, какие-то, не знаю, там выступы. Поэтому максимально должно быть мягкое. Делаем мы вот так. То есть закрываем сюда. И пошли вот так. Так, вот тут у нас маленькие есть. Перекрываем. Здесь круглые. Резиночки тоже сами, то есть под каждую головочку подстраивайтесь. Режете уже. Заранее там у вас они, можно так сказать, изготовлены. Так, по отверстиям, когда вы закрываете, понять, в принципе, несложно. А что вам закрывать? Те отверстия, вот эти, они все сквозные. То есть это под болт ГВЦ, там под форсунку или так далее, так далее. То есть они просматриваются насквозь. Если у нас глухой он, значит можете точно быть уверены, что это система охлаждения. Так, ну вот, выложили мы все резиночки. Теперь у нас есть вот такое оргстекло. Довольно толстое. Творсное стекло, которое мы сейчас будем сюда укладывать. Стекла есть, это средненькое стеклышко. То есть также у нас в комплекте вместе с ним шло покороче. Бывает необходимо положить двойное. И также есть для шестиц цилиндровых рядных, то есть более длинный стекло. Вот, укладываем стеклышко, аккуратно, чтобы резиночки никуда не убежали. Еще такая вещь заметить. То есть при постоянном использовании у нас появляются царапины. Ничего страшного. Как только стекло становится мутным, есть шлифмашинка, то есть для кузовного полировочки. То есть мы отдаем туда стеклышко, и они нам его полируют, она опять чистенькая. Так, дальше у нас будут скобы в количестве трех штук. Вот такая у нас штучка. Ключиком на 19, теперь подтекиваем ее. Так, и того скоб будет три. Зависит все от длины головки. То есть иногда хватает две. Кто-то закручивает гайки пистолетом, мне достаточно ключом. То есть следующее, то есть сейчас мы будем опускать. Забегая вперед, скажу, что если вы даже решили приобрести стенд, не нужно какого-то дополнительного там обучения или что-то. Все очень просто. Если человек, то есть, соображает, то разберется прям день-два. Есть ряд нюансов, которых, то есть именно по выдержке, по температуре воды и так далее, и так далее. Но там тоже ничего сложного. Так, вот, смотрите, сейчас самое главное. Вот такой у нас здесь пультик есть, имеется. Температура должна быть не ниже 60 градусов. У нас сейчас 73 градуса. Вот. Головочку мы сейчас опрессовываем. После нее уже опрессовки не будет, поэтому мы сейчас выключим ее. Тены. И опять же, при опрессовке самой, то есть, необходимо выключать тен. Так, ну все, едем. Смотрите, есть такой рычажочек, тут опускаем ее вниз. Ну вот, полностью погрузили головку в воду. Вот есть такая ручка интересная. Она бывает электрическая, бывает ручная. У нас ручная. Необходимо прокрутить голову на 360 градусов для того, чтобы избавиться от воздуха. Так, ну что, сам, в принципе, процесс у нас в том, что нам необходимо создать для данной головки рабочее состояние. То есть, это температуру и давление. По температуре, то есть, мы выждем там 10-15 минут, то есть, когда она полностью прогреется. И по давлению воздуха. Так, вот и имеется манометр у нас. По опыту вам скажу, если головка лопнула, то в районе, то есть, двух бар, она уже булькает. Но крайне-крайне редко, все же, нужно давать побольше от четырех, я так считаю, бар. Необходимо, что когда очень мелкая, мелкая трещинка, то есть, вот сейчас будем пускать воздух. Сейчас, возможно, из-под какого-то кольца, то есть, у нас резиночки выдавить частично воздух. И мы, когда она прогреется, уже поднимем и подтянем. Сейчас даем воздух. Так, вот смотрим, смотрите, у нас теперь уже сейчас четыре бара на данный момент. Если, допустим, в основном головка лопается, то есть, рубашка лопается между, допустим, камерой под клапан, допустим, выпуск или пуск. Но, в основном, перегрев идет на выпуске. Если это дизель, то на выпуске. То есть, она будет булькать либо в выпускной, но так как клапана отсутствует, будет булькать вот в сторону. Есть такие головки, как, допустим, 2.9 дизель G3, если брать Кию. У них часто лопается рубашка в канал топливной форсунки, то есть, в шахту лопается. То есть, так же мы проворачиваем и смотрим оттуда. Так, что там у нас? Поднимем чуть повыше, чтобы получше было, допустим, вот так ее на уровне ставим. И уже прогрелась полностью, даем до 6 бар, то есть, максимально. Вот сейчас у нас 6 атмосфер в данной головке. И все в порядке. Прошло тут у нас сколько? Минутки 3-4, наверное. По-хорошему, если, допустим, прям вообще тщательно проверять, если какая-то непонятная ситуация, то есть, выждем там где-то 10-15 минут. Так, прокрутим немножко голову, чтобы слить основную воду. И немного в эту сторону. Теперь выравниваем. Закрываем крышку, так как иногда здесь довольно жарко. И сбрасываем воздух из системы. Так, ну все. То есть, данную головочку мы опрессовали, она в порядке. То есть, она не булькает у нас ни выпуск, ни вкус. То есть, вообще никаких проблем у нее нет. Теперь данная головка будет проверяться на плоскость линеечкой. То есть, замеряется и потом на шлифовку. Опять же, от замера будет зависеть. То есть, это экономит время. То есть, даже вы на ремонте, мы тут же снимаем и опрессовываем при вас ее. То есть, проверяем головку там в течение часа. Проверили, не нужно куда-то ехать, отдавать и что-то ждать. То есть, все стало гораздо удобнее и быстрее. Поэтому, как сказать, обращайтесь. Все сделаем, все починяем. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok